Появление ребёнка в семье – ожидаемое и радостное событие. Но вот он подрастает, учится говорить, у него появляются свои интересы, а также мнения. И это уже не тот кроха, для которого вы были безусловным авторитетом. Он спорит, отстаивает свою точку зрения и может иногда не прислушиваться к вашим советам. Так недалеко и до конфликтов. Хорошо, если бы вопрос можно было решить одним лишь разговором по душам. Но как быть, если не получается? На общероссийский детский телефон доверия за последние 10 лет работы поступило свыше 10 миллионов обращений. Такие данные приводит инициатор создания «Горячей линии» – фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Больше половины всех звонков приходится на детей и подростков. Остальные обратившиеся – бабушки, дедушки, учителя и воспитатели. Чаще всего ребята задают вопрос об отношениях со сверстниками или родителями, поиске себя, одиночестве и страхах. В основе всех проблем, как правило, непонимание в семье. Если тебе плохо в семье, ты чувствуешь себя чужим, с тобой не считаются, а все твои желания и мысли обесценивают, то и вне стен дома ты испытываешь огромную неуверенность и собственную незначительность. Конечно же, конфликты поколений существовали всегда. И менялись они в зависимости от времени и эпох. Но раньше возможность получить квалифицированную помощь специалиста было намного сложнее. Сейчас же у людей есть масса возможностей. Всевозможные семинары, курсы по психологии, статьи в интернете, книги и много-много других вариантов. Но не всем под силу разобраться в вопросе самостоятельно. Татьяна Анатольевна Славянская уже не первый раз приезжает в Тверь с благотворительным семинаром для социально незащищенных и многодетных семей города. Психолог, певица, основатель и руководитель волонтерского движения «Покровские врата» учит мам и пап азбуки воспитания детей по своим авторским методикам. Одна из последних встреч прошла в кафе «Пироговый» «Что ли?». Непринужденная беседа за чаепитием позволила родителям получить ответы на волнующие их вопросы. Этот проект появился тогда, когда я стала понимать, что многодетные семьи в регионах очень нуждаются в психологической поддержке. И именно в воспитании, в правильном воспитании детей, чтобы сохранить их психологическое здоровье. По словам Татьяны Анатольевны, к ошибкам в общении с детьми приводит незнание возрастных особенностей развития ребенка. Есть возрастные критерии, когда нужно совершенно по-другому воспитывать ребенка. То есть так, как мы воспитывали от 3 до 5, нельзя воспитывать от 7 до 10. И вот стратегически подходить именно к этим возрастным категориям помогает родителям не повторяться и принимать нового ребенка. Ведь зачастую у родителей остаются отношения прежние к детям в 14 лет, в 16 лет, в 18, так же, как они бегали за ним в 10 лет. Это очень большая ошибка. Какие ошибки еще совершают родители в воспитании своих деток? Когда родители выясняют свои личные отношения при детях. Также ошибка, когда мама комментирует действия детей или папа. То есть ребенок что-то делает, а мама сопровождает комментариями. Следующая ошибка – это когда критику допускают родители при детях. Никогда нельзя критиковать родителей друг друга при детях, потому что для детей родители – это тыл. И если родители критикуют друг друга, значит в тыле появляется трещина. Дети понимают, что доверия нет, тыла нет. Из-за этого начинаются сенсорные отклонения у детей. В чем они заключаются? Дети перестают доверять родителям. Отсюда начинается обман, изворотливость, со школы, как правило, утаивание чего-то. В своей работе с детьми Татьяна Анатольевна использует метод вокалотерапии и ларинцбилдинга. Вокалотерапия, как профессиональный музыкант и артист, я знаю, о чем я говорю. Я знаю, какие звуки могут помочь ребенку раскрепоститься, снять психологические зажимы. Одним из важных вопросов на мероприятии стало обсуждение отношений между братьями и сестрами в многодетной семье. Поведение родителей, как педагогов и воспитателей. Уделять каждому отдельному ребенку свое время. Если 10 детей, значит будьте добры каждый день по часу уделять каждому ребенку. Цикл «Живых бесед» в Твери стартовал в 2020 году при поддержке Министерства демографии и семейной политики Тверской области. Сейчас мероприятие проходит при поддержке партнеров и волонтеров движения «Покровские врата». Основная концепция «Живых бесед» – сохранение психологического здоровья детей, родителей, а значит всей нации.